Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Шестерых сбежавших заключенных из ЧВК Вагнера разыскивают в Ростове-на-Дону, сообщает местный портал Don't Day со ссылкой на ориентировку. В МВД по области изданию 1RND не подтвердили. Подлинность листовки информации уточняется. Журналисты также попросили рассказать о ситуации Евгении Пригожной и получили ответ. Вот если к вам в редакцию придут люди с оружием, тогда громко кричите караул и жмите кнопку 112. Некоторым же представителям окололиберальных, вокруг либеральных, а также СМИ, получивших заказы от либеральных структур, языками надо чесать как можно меньше. Полчаса на высоте 73 метра без связи и помощи. Посетители застряли на колесе обозрения в Челябинске. На протяжении 30 минут люди пытались дозвониться до сотрудников развлекательного комплекса РК Мегаполис, однако те трубку не брали. В итоге пленникам удалось спуститься, сообщив о ситуации в службу 112. Гендиректор развлекательного центра сообщил, что колесо обозрения остановилось из-за отключения электричества. Чтобы вызволить людей, потребовалось время для запуска резервного генератора. По словам гендиректора, система оповещения на тракционе есть, но когда отключается электричество, она не работает. Как и все в России. Украинские потери среди военных и гражданских огромные и непостижимы, заявил посол Украины. Киев не объявляет точных цифр, но потери вооруженных сил Украины огромные и непостижимы, заявил украинский посол Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek. Мы теряем людей направо и налево, мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны и непостижимы, и города, некоторые из которых полностью разрушены. По его мнению, именно это дает Западу уникальный шанс при помощи Украины окончательно разобраться с Россией. У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе жертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом. Пристайко отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России, однако, по его словам, с этим придется столкнуться рано или поздно. Башкирии пьяные водители испугались ледяного гаишника. Жительница села Новобайрамгулова слепила изо льда и снега скульптуру сотрудников ГИБДД и полицейскую машину. Скульптура получилась настолько удачной, что многие местные водители начали проявлять осторожность. Кто-то, приняв фигуру за реального сотрудника, госавтоинспекции даже боялся выезжать со двора, а потому что не были уверены в собственной трезвости. Увидев эти скульптуры, некоторые граждане, не доехав, развернулись. Другие ждали, не выходя из дома, ожидая смены дислокации дорожного патруля, и решили проехать только после того, как сельчане объяснили им, что это просто ледяные статуи, рассказали в местном отделении МВД. В ведомстве поблагодарили жительницу села за помощь сотрудникам госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения. 18-летняя москвичка чуть не проиграла в русскую рулетку. Девушка пила вино и решила испытать судьбу, сыграв в русскую рулетку отцовским револьвером. Она без проблем нашла оружие, зарядила барабан одним патроном, приставила дуло к голове и нажала на курок. Раздался выстрел. Девушку спасло от проигрыша только то, что пуля задела ее лишь по касательной. С огнестрельным ранением юную любительницу рискнуть увезли в больницу, где врачи диагностировали перелом лобной области, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Женщину, пропавшую в новогодние праздники, нашли мертвая на крыше многоэтажки Барнауля. 38-летняя мать двоих детей Елена Падун ушла на работу еще 4 января, но домой не вернулась. По версии следствия, в ночь на 5 января женщина разругалась с бывшим мужем из-за квартиры на улице Юрина. Мужчина не хотел покидать жилплощадь, несмотря на официальный развод. Следствие подозревает 37-летнего Константина в том, что он задушил женщину, вынес ее тело на крышу, присыпал снегом и избавился от ее вещей и телефона. Сам Константин отказался признавать вину и сотрудничать со следствием. По его словам, супруга и раньше пропадала на несколько дней, выпивала, но всегда возвращалась. Дети рассказали, что мать на празднике пила. Россиянам посоветовали возвращаться в рабочие будни с помощью видеоигр и секса. Клинические психологи утверждают, что секс-видеоигры, а также изучение иностранных языков помогут повысить уровень концентрации, особенно после долгих выходных. По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах, объяснил психолог. В свою очередь, сложные уровни в видеоиграх помогают человеку стать более внимательным и сконцентрированным. А благодаря изучению иностранных языков, мозг успешнее обрабатывает и запоминает информацию. Подождите, так вроде же во всех бедах России виноваты видеоигры. И дети жестокие, и люди жестокие благодаря видеоиграм. А как же скрепы? Секс только под одеялом и только с женой. Я не понял. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика.